Друзья, всем привет! На данный момент вторник на дворе плюс 35 градусов, а мы отправились на север Москвы, где запишем потрясающий сюжет о строительстве домов из клееного бруса. Мы приехали в одну известную фирму, владелец которой тоже человек медийный, известный, вы все его встречали на просторах ютуба. Но ролик я хочу начать с оправданий, да-да, чтобы у вас было четкое понимание, что мы здесь делаем. Этому владельцу компании я написал сам с желанием снять видеоролик о том, как делаются на сегодняшний день дома из клееного бруса. Я не брал ни копейки за создание этого сюжета, и в этом ролике есть отдельный спонсор выпуска, с которым я вас, конечно же, чуть позже познакомлю. В этом сюжете мы будем больше общаться о том, как строятся такие дома. Имя компании Goodwood, с 2005 года они находятся на рынке. Я знаю прекрасно, что сюда к ним приезжали более известные, более крупные каналы. У владельца компании есть свой канал, где он периодически рассказывает различные полезные сюжеты, но я этого ролика еще не снимал. И мне хочется самому увидеть, потому что слева и справа у нас находятся два цеха. Они сами строят, сами производят. И у нас будет возможность увидеть, как это делается. Мы увидим, как хранится дерево, как оно клеится, как оно собирается. В общем, этот ролик будет действительно полезный и интересный. И самое главное, я буду задавать вопросы, как любитель, как кто-то из вас пришел пообщаться с грамотным человеком, кто этим занимается. А он, Александр, будет на них отвечать уже как специалист. Пойдемте к нему в гости. Фух, помещенец-то получше. Кондиционеры работают. Чуть дальше будет находиться рецепшн, но нам не туда, нам сюда. Именно здесь сидит директор. Можно? Да. Друзья, знакомьтесь или вспоминайте Александр Дубовенко, директор, руководитель компании Гудут. Саш, во-первых, огромное тебе спасибо, что в своем плотном графике выделил под нас время, под любителей простых, согласился показать производство, рассказать плюсы-минусы. Саша, мы с тобой договаривались, что мы с тобой больше акцент будем делать на то, как сегодня все это дело строится. Но в любом случае, первым делом я хочу тебе задать вопрос. Вот мы снимаем сюжеты и про бизнес. В 2005 году компания начала свое существование. Как так получилось, что ты выбрал направление именно строительного бизнеса, строительства домов? Я был айтишником и тоже был любителем, как и большинство твоих зрителей. И решил себе построить дом. И столкнулся с неким адом просто. То есть, что все обманывают, что все говорят какую-то ерунду, нет объективной информации, строительные материалы как-то непонятно, почему они по-разному стоят. Ну, в общем, ничего нет. И я пытался найти вменяемую строительную компанию, я ее не нашел. И, в общем, как-то с жутким трудом построил себе дом. И я понял, что эта ниша практически свободна, несмотря на то, что компании какие-то были. Но вот именно хорошее и правильное строительство на тот момент не было. А на тот момент сколько тебе было лет? Мне было 29 лет. Хорошо, ты начал заниматься строительством с того, что ты понял то, что есть ниша. Вот сегодня мы к тебе приехали, у тебя здесь там завод, тут завод, производство, народу дофига работает. Как быстро это все начало набирать обороты? Ну, достаточно быстро. Достаточно быстро, потому что тогда еще я был неплохой специалист по маркетингу. А в маркетинге, в строительных компаниях вообще не было. Не было понимания о маркетинге. То есть они все только производили чего-то, считали, что покупатели должны сами появляться. А мы начали активную рекламную кампанию, чем, кстати, забесили очень многих конкурентов. Потому что мы действительно стали активно присутствовать, создавать какой-то бренд. А при этом у нас именно такого опыта, скиллов, таких хороших, строительных у нас не было. Сейчас мы превратились в тех старых сам. Такие же стали, как те были тогда. То есть мы сейчас, у нас практически нету агрессивной рекламной кампании. Например, в Яндекс.Директе мы сейчас не присутствуем. Но мы набрали действительно опыт. То есть ждем какую-нибудь следующую выскочку, кто начнет чего-то новое придумывать. Саша, мы приехали к тебе на производство внеплановое. Сегодня вторник, 35 градусов на улице, хорошая погода. Тем не менее, лес, который к вам приезжает, он хранится под открытым небом. Вот отсюда у меня к тебе вопрос. Вот как правильно, допустим, человек собрался в своем регионе строить дом. Вот он приезжает куда-то на пилораму, также дерево. Как понять, хорошее это дерево, качественное, некачественное? Потому что на некоторые, я смотрю, оно с трещинами. Какое-то дерево местами черненькое, как будто как гниет. Мне так кажется. Вот расскажи, пожалуйста, этот процесс. Откуда дерево и как правильно закупить хорошее дерево? Ну смотри, дерево, конечно, идет к нам из разных регионов. Мы не можем его где-то в одном месте закупать, потому что нам надо очень много его, порядка 3000 кубов в месяц. Ну как бы это, если на каркасные дома судить, то нам надо как на 5 каркасных домов в день дерево примерно. Вот. Ну понятно, что это в основном северные области. Это Вологда, Архангельс, Киров и все такое. Вот. Безусловно, дерево бывает, во-первых, отличается по породе. Бывает ель сосна. В первую очередь надо смотреть на геометрию. То есть просто взять линейку и измерить его, потому что очень часто на рынках продается дерево, допустим, 50 на 150, ты меряешь линейку, и оно меньше. Здесь, если вот измерить, то 50 миллиметров здесь будет даже, так называемый, припуск. Потому что после того, как оно пройдет камерную сушку, оно будет усадка, ну как-то, усушка, да? И оно должно быть 50 миллиметров у нас после сушки. Деловая дровесина, достаточно интересный эффект. На рынке доска стоит дешевле маленькими партиями, чем мы покупаем ее большими объемами. Потому что деловая дровесина очень сильно отличается от того, что, ну такая вот, продается на рынке. Что касается вот этой коры, как ты сказал, да, это так называемый обзор. И здесь доска, она часть идет на производство домов, а часть доска идет на такие технические нужды. Например, опалубка под бетон или доска на леса. То есть строится из нее. Это доска, которая, ну, совсем для других... Для черновых работ. Да, она даже в доме потом не останется. Это как бы что-то подложить там, ходить по ней, да? Вот, естественно, это другая дровесина. Действительно, очень важно правильно дровесину подбирать. Очень часто люди жалуются, что ее там ведет и так далее. То есть доска, она бывает сырая, бывает сухая. Так. Ну, более правильно ее называют естественная влажность, либо сухая. Вот доска естественной влажности, вот, которую мы здесь видим, она не предназначена для потом работы. То есть каркасный дом, построенный из такой доски, он обязательно будет в нем проблемой. То есть она потом... Она все равно будет высыхать уже внутри дома, ее будет вести, трещать и так далее. Поэтому... Вот здесь сразу стоп. Посмотри, такую доску же все равно людям предлагают под строительство дома? Конечно. Допустим, взять эту доску, построил, а через месяц ты приходишь, я видел такие ролики на ютюбе, где люди показывают, а вот все в трещинах, все разошлось. Да. Это же жесть. Да, ну, дерево такой материал, что он в сыром виде, он имеет некую одну форму, и потом в процессе высыхания он превращается в другой материал. Часть досок трескается, часть закручивается пропеллером, да, часть как-то изгибается, часть даже гнить может в конструкциях, королит может, ну, кучу всего в дереве может произойти. Но в сухом виде все, оно уже стабильно. Сейчас уже естественную сушку не применяют на улице, потому что на улице доска сохнет приблизительно полтора года, то есть два сезона надо сушить, сейчас это никто не делает. Поэтому сейчас применяют камерную сушку, соответственно, используют так называемую сухую строганную доску, она выглядит по-другому. Я даже вон, по-моему, можем к ней подойти. А мы подойдем, конечно. Показать, да. Вот, соответственно, есть доска естественной влажности, она не предназначена для применения в каркасных домах, и цена ее сейчас условно там 25 рублей. А сухая строганная доска, она стоит других денег, она сейчас стоит порядка 35-40 тысяч рублей. И вот именно из нее можно строить дома. И вот именно сейчас я предлагаю прерваться в общине с Александром и отправиться на производство, где мы с вами посмотрим, как вживую вот из этих досок, на фоне которых мы стоим, делают готовый клееный брус для строительства домов. Я вам честно скажу, я впервые это увидел вживую и многое понял. И уверен, что среди вас есть точно так же люди, которые не представляют, как этот процесс происходит. Вот для вас эта информация будет очень полезна и актуальна, если вы вдруг в дальнейшем захотите строить дома из клееного бруса. Но помните в начале ролика я сказал, что здесь, в этом сюжете, есть отдельный спонсор. Вот давайте я вас с ним познакомлю, и после чего мы продолжим. Снимая видеоролики про недвижимость, регулярно затрагивается одна и та же тема. Это поиск работы и, собственно, зарабатывание денег. Очень часто мы с вами спорим в комментариях, когда один человек пишет, проживал в регионе, где была средняя зарплата 15-20 тысяч рублей. Уехал на заработки в Москву, получаю 60-70, но уходят деньги на аренду жилья, на транспорт, на питание. Таким образом, вроде бы работаю, но особо ничего не зарабатываю. Также встречаются комментарии, где люди пишут, а нахрена нам нужна Москва? Я не хочу никуда уезжать, развивайте регионы, я хочу жить у себя дома и иметь возможность достойно зарабатывать. Но при этом вопрос остается открытым. В регионах работа это 15-20-30 тысяч рублей. Мы ездили в Ульяновск, получать там 60 это уже здорово. И вот я просто искренне не понимаю, почему в 2021 году люди, которым нужна работа, не пытаются осваивать новые профессии. Вот стандартный комментарий. Закроется YouTube, иди на завод. А зачем идти на завод, где человеческий труд сегодня просто-напросто не востребован? Вот кто бы из вас не хотел иметь возможность, вот компуктер и интернет. Сидишь дома и ты работаешь. Вышел на улицу, на площадочку, на турнички, занимаешься спортом, параллельно работаешь. Очень многие люди мечтают о том, что вот зимовать в Таиланде, работаешь, ешь свежие фрукты, купаешься в море, и ты при этом работаешь. Как это сделать? Вот объективно рассказываю прямо сейчас. Вложиться в пирамиду. Хочется шутить, друзья, нет. Здесь вам на помощь придет школа, скиллфэктори. Вкладываться нужно в свое образование. И у них есть курс. Тестировщик программного обеспечения. Инженер по тестированию контролирует качество IT-продукта. Он находит ошибки, записывает их в отчет и передает разработчикам. На старте нужны минимальные технические знания. И именно поэтому такая профессия считается одной из точек входа в IT-сферу. Звучит сложно, но на самом деле все гораздо проще. Задача тестировщика это поиск и анализ ошибок на сленге багов. Например, выдержит ли сайт, если за покупками сразу придет тысяча пользователей? Корректно ли работает фильтр и сортировка товаров? Тестировщик находит все эти баги и отправляет на доработку программистам. Зарплата здесь начинается от 60 тысяч рублей. И конечно же она будет расти с появлением у вас большего опыта, больших знаний. И Skill Factory это школа, которая специализируется на технических профессиях. И если вы решили осваивать программирование, которое сегодня очень популярно, вам однозначно нужно проходить обучение здесь. И сильный конек школы, что обучение строится исключительно на практике. Вы получите минимум воды. Вот, конечно, вам дадут теорию, чтобы вы понимали, что почем. Но самое главное, что в основном вы получаете практику. И тем самым вы набиваете руку, вы получаете опыт. При них существует карьерный центр, который помогает студентам после обучения найти работу. Если вы начнете читать про них отзывы, пожалуйста, они первые в рейтингах. Отзывы действительно хорошие. Таким образом, друзья, где бы вы ни проживали на территории нашей страны, где бы вы ни проживали по всему миру, не нужно искать для себя проблемы и говорить о том, что нет работы. Работа есть, если ты хочешь ее найти. А самое главное, ты можешь обучиться новым специальностям и зарабатывать с помощью компуктера. Ссылочка ждет тебя в описании. Переходи, есть дополнительный промокод МАШКОВ на скидку 45% для обучения. Будущее уже здесь. Оно уже наступило. И вопрос, успеешь ли ты запрыгнуть в вагон уходящего поезда и получить обучение и стать IT-специалистом. Он остается открытым. Ссылочка ждет тебя в описании. Друзья, извиняюсь за шум, но мы находимся на производстве. Для съемки видеоролика никто нам в цехе останавливать не будет. Денюжки капают. На производство приходит пиломатериал хвойных пород, ель сосна, сечение 200 на 50, 150 на 50. После этого укладывается пиломатериал в пакеты сушильные и загружается в сушильный комплекс. Сушильный комплекс состоит из 6 камер, объемом по 75 кубов. Процесс сушки занимает порядка 7 суток. Вот процесс сушки. А здесь какая температура? Температура порядка 65 градусов. Офигеть, и сколько она в такой температуре находится? Порядка 5-6 дней. Сушка закончена. Видим сушильные пакеты с уложенными межрядовыми прокладками, через которые проходит воздух. Сушильный агент, который забирает влагу с доски. Соответственно, происходит процесс конвективной сушки древесины. Вот то, что мы сейчас видим, это уже готовый вариант? Готовая доска на выходе из камеры после 7 дней ее сушки. Вот это уже сухая доска, привезенная, высушенная. Так, и падать потом дальше падает. А дальше лес приходит на первый участок, который называется строжка и оптимизация. Доска проходит через вот этот четырехсторонний строгально-фрезерный станок. Для того, чтобы откалибровать ее в размер и вскрыть все дефекты. Доски, которые хранятся изначально в камерах, на них дефекты не так заметны. А вот после этого станка они все как на ладони. Вот у нас видна прорость, то есть большой сучок с проросшей корой. Соответственно, этот порог будет вырезан. Операторы люминесцентным мелом отмечают на доске участки, которые вырезать, размечают доску в соответствии с ее назначением. То есть, часть доски пойдет в середину бруса, часть доски пойдет на лицевую ламель бруса, часть доски пойдет на конструкционные детали, такие как балка, столбы. Они пишут назначение участка заготовки и вырезают дефекты, которые недопустимы. В соответствии с регламентами. Древесина – материал природный, соответственно, ему присущи природные дефекты, дефекты произрастания этого материала, которые непригодны для эксплуатации, которые понижают его прочностные характеристики, которые понижают качество пиломатериала, визуальные характеристики. И вот эти дефекты как раз-таки определяют сортность, определяют назначение. Недопустимые дефекты вырезаются, складируются на отдельный поддон и используются в дрова. То есть, это, грубо говоря, отходы? Это отходы. А где то, что осталось хорошее? Дальше. Все, что отмаркировано, операторами подписывается и укладывается на отдельные поддоны. Вот это лицевая доска бруса, это чистое лицо, это средняя доска. То есть, вот это, например, считается нормально. Это будет еще сострагиваться, прострагиваться. А здесь дальше, получается, лежат вот эти заготовки, которые хорошие, которые пойдут дальше на работу. Именно так. Таким образом, мы с вами увидели цех номер один, где идет первичная обработка высушенного леса. И сразу выявляются косяки. Здесь, на самом деле, есть ряд деталей, на которые люди, как специалисты, обращают внимание. Но нам для общего понимания картина ясна. А мы с вами отправляемся во второй цех, на выходе из которого увидим готовый клееный брус. Нас встречает первый участок, на котором происходит производство непосредственно ламелей. Делается это все само собой, из тех самых заготовок, с первого цеха. Дальше подается на каретку. Каретка проходит через узел торцевания, через узел нарезки шипа и через узел нанесения клея. И уже дальше это все отправляется на участок сращивания. Здесь, на участке прессования, происходит зажим ламели с двух сторон и прессование в непрерывную ламель. Торцуется в размер и складывается на буфер. На ламеле заметны следы от прессования, остатки выдавленного клея, заметны перепады небольшие по толщине ламель. После ее сращивания по длине необходимо перед склеиванием прострогать чистовой размер. Запрессовать эти ламели в заготовку клееную. Чуть дальше мы видим на участке пресса, уже после строгания ламелей, операторы укладывают пресс нанесенным клеем ламели. Это уже непосредственно работа узлов агрегатов линии нарезки. Позиционирующие тележки передвигают заготовку в соответствии с программой нарезки к необходимым узлам. И мы видим в действии прессы выдвигаются, производится нарезка. Это в данном случае узлового соединения чашка. То есть при перекрестном соединении этих деталей они собираются за счет вот этих чашек. Простыми словами, они здесь делают конструктор лего для взрослых. Вот шаг за шагом появляется готовое изделие, которое потом будет запаковано, отправится на объект и где будет собираться дом. Но все, что вы видите, это не какие-то там выставочные образцы, это не запасы. Это все делается уже под живого оплаченного клиента. С чего все начинается? Сначала рисуется проект. Как вы знаете, все сегодня делается в компухтере. Есть специализированные программы. Когда уже понимаешь, что для человека нужен дом, ну к примеру, там 8 на 12, уже есть готовый чертеж. Этот макет забрасывается в компьютер и по нему начинают делать дом. Вот все, что вы увидели, это будет дальше запаковано вот в такие пакеты. Здесь мы видим готовые транспортные пакеты, готовые к отгрузке. В частности, машина грузится, уходит на объект. Конкретно смотрим, брус профильный 200 на 270, заказчик, какие детали в пакете, количество деталей, габариты для погрузки, чтобы не превышало габариты, чтобы по перегрузу не было, чтобы соблюдались все требования перевозки. Это информация для строителей, как собирать, на каких винтах, какое количество деталей. Это информация, как вешать стропы, чтобы не повредить чашки. Значит, снизу пакет открыт, чтобы не было конденсата. Соответственно, вся информация и условия хранения транспортных пакетов на данном участке соблюдены. И это, соответственно, получается, приезжает уже как бы готовый конструктор, да? И с него уже собирается дом. Именно так, конструктор Лего, да, который собирается уже на строительной площадке. Здесь, на самом деле, очень много деталей и тонкостей. И вот просто про одну только линию, как это начинается, вот из серии пришел человек, говорит, я хочу дом. И как это выходит на транспортировку, можно снять отдельный ролик длиною в час, чтобы все детально и четко показать. Как вы видите, производство само по себе технологичное. Но вот я задаю вопрос людям, вот сколько времени уйдет на подготовку вот этого домокомплекта, для того, чтобы вам могли его привезти, и вы уже могли начать собирать свой дом. По факту, вот этот весь процесс занимает 3-4 дня. Но здесь важно понимать, что самый этап подготовки, когда возводится фундамент, когда делается проектирование дома, это занимает гораздо больше времени. Плюс ко всему, есть понятие, как очередь. Таким образом, вот общаясь с Александром даже, он говорит, дом строится примерно полгода минимум. А в некоторых местах бывает даже до полтора года доходит, если все делать правильно. С момента первой встречи и заканчивая тем, что все, вы подписываете акт выполненных работ. Расскажи, пожалуйста, действительно ли такая проблема с деревом в России, с лесом, как об этом периодически рассказывают. Вот что я знаю, что я слышал, что лес в России самый хороший вырубают, вывозят его в Китай, куда-то в Европу. А в России остается одно овно, и это предлагают людям, да еще и втридорога. Так еще, еще при этом, в последнее время на лес очень сильно выросли цены. Нет, не совсем так, потому что как раз китайцы славятся тем, что они забирают абсолютно все. То есть, если, допустим, даже наша компания приходит на лесопилку и говорит, вот такой размер нам нужен, вот такой размер нам не нужен. Вот такое качество нам нужно, вот такое не нужно. То китайцы говорят, мы забираем весь объем, вообще не глядя. Да, действительно, они все скупили, потому что и в Китае, и в Европе, и в Америке увеличится спрос на строительство домов. А наша страна, как страна, у которой больше всего леса, да, то понятно, что этот спрос мы пытаемся удовлетворить. За счет чего? Мы же не можем больше рубить, потому что у нас мощность уже вся и так загружена. За счет того, что все пошло на экспорт, да, плюс еще там цена поднялась в долларах, и сам доллар поднялся. И поэтому действительно возник достаточно острый дефицит древесины в России, и за последние полгода цена увеличилась в два раза на дерево. А вот ты можешь сказать, смотри, какая была цена, например, на один куб в 2020 году, до начала пандемии, вот до марта, когда все это скакануло, и какая цена на сегодняшний день, на июль, июль? Да, до начала пандемии была цена 11 тысяч рублей за куб, и в конце пандемии, ну, пандемия не закончилась, да, и эта цена держалась аж до декабря, она потихонечку росла. Видимо, рынку потребовалось время для перестроения, все увеличили мощности, да, там пытались как-то пилить больше, но в какой-то момент, и Европа, видимо, разгоняла свои поставки. В какой-то момент ситуация дошла до критической, и уже начиная с декабря активно пошло подорожание. И на текущий момент мы имеем цену 25. И вот здесь давайте задам такой хороший вопрос. Вот ты в цифрах разбираешься, сколько будет стоить дом примерно для человека, если это одноэтажный дом, площадью, допустим, 100 квадратных метров из клееного бруса на сегодняшний день? Вообще 100 метров это не очень выгодная площадь. А сколько выгодно? Да, я сейчас скажу. Значит, 100 метров не очень выгодный объем, поэтому домов таких очень мало, да, 100 метровых. И одноэтажный тоже не самая выгодная этажность по деньгам. Оптимальный размер дома начинается от 170 метров двухэтажный, да, это вот оптимальная цена. Значит, и цена квадратного метра, если до пандемии она была приблизительно из разных материалов около 30 тысяч рублей в тепловом контуре, да, без отделки, то сейчас цена увеличилась до 40-45 тысяч рублей за квадратный метр, почти из всех материалов. А ты можешь примерно сказать, какая в реале себестоимость? Вот если не обращаться в какую-то компанию, да, а вот если, допустим, я сказал, так, я буду делать все сам, сколько примерно потратится в моем случае за один метр? Себестоимость, понятие очень такое сложное, да, вот у нас маржа приблизительно 30% на все. Это не говорит о том, что человек способен от наших цен минус 30% построить дом. Почему? Потому что в эту стоимость входит работа инженеров, раз. Во-вторых, мы же покупаем материалы объема, и нам, мы имеем где-то 40% скидки, где-то 20%, где-то, ну, понятно, и частнику тоже могут дать скидку. То есть мне очень сложно оценить, какая вот эта условная премия за то, что работа в компании, мне кажется, процентов 10. Другое дело, как правило, частники строят, может, даже в два раза дешевле, чем стоят у нас, а не на 30%, потому что они просто используют другой класс материалов. Вот те же, допустим, доски, да, мы говорили, можно использовать сухую доску, а можно использовать сырую доску. Это уже в полтора раза дешевле. Пленки вот эти все пароизоляционные, утеплители разные, окна те же, да, то есть есть топовые оконные профили 70 мм, там достаточно серьезно, они с армированием серьезно. А есть дешевые профили оконные, вроде и то, и то пластиковое окно, а цена будет в два раза отличаться. Я тебя понял, тогда я тебе задам прям прямой вопрос. Если сегодня человек хочет строить дом, на какую цену он должен рассчитывать примерно за один квадратный метр, если речь идет не о суперкрутом качестве, но и не о фуфеле, муфеле. Вот что-то плюс-минус среднее. Вот любой скажет, Саш, ты мне скажи, примерно, как считать, вот 107 из квадратов на сколько я умножаю? Ну, я бы, то есть если мы говорим о тепловом контуре, я бы умножал на 40 тысяч рублей примерно, да, вот среднее качество. Но еще столько же надо потом будет вложить в отделку инженерной коммуникации. То есть таким образом, если взять со всякими там, на всякий случай, с запасами 100 тысяч рублей на один квадратный метр. И это вот, скажем так, под ключ, когда только заноси уже мебель. Да, да. Отлично. 100 тысяч это уже хороший дом будет. Саш, смотри, хочу с тобой поделиться своими наблюдениями. Я помимо роликов про недвижимость, чтобы ты просто в курсе был, снимаю еще про машины. Я занимаюсь подбором машин новых. И что я заметил, что цены очень сильно выросли на машины, но тем не менее машины продолжают скупать. То же самое здесь. Цены на строительные материалы выросли, на все они растут. Но при этом, насколько я знаю, у вас реально производство загружено. И то бишь все равно люди приходят, тратят денег. То есть ты вот этот кризис вообще, вот ты как представитель крупного, наверное, среднего бизнеса точно. Ты почувствовал вообще кризис? Ну у нас кризис он со знаком минус. То есть мы почувствовали шквал заказов и мы боролись именно с тем, чтобы эти заказы выполнить. И мы даже ограничительные меры ввели, что мы часть клиентов отказали в обслуживании, к сожалению, чтобы нормально построить тем, кому мы взяли заказы. И пока эта ситуация не поменялась. Пока, несмотря на рост цены, идет достаточно большой объем заказов. Вот давай, знаешь как, чтобы людей не путать, дерево такое, дерево сякое. Ну и у меня к тебе прямой вопрос. Вот расскажи, ты говоришь там 40-45 тысяч, в круг у нас получилось 100. Это за хороший, качественный дом. Вот можешь просто поэтапно рассказать, какой должен быть фундамент, если мы говорим там про Москву, Московскую область. Друзья, по регионам глубина промерзаемого грунта, это отдельная история. Из чего должен быть сделан фундамент, как на какую глубину и дальше основание. Какой брус, каких размеров, какой утеплите. Расскажи, пожалуйста. Первое, значит вопрос глубины промерзания, он немножко такой, немножко дилетантский. Почему? Потому что есть разные типы фундамента. И далеко не все типы фундамента должны быть на глубину промерзания. Вот теперь типичный пример, это плита. Стандартная фундаментная плита, что УШП, что просто плита монолитная. Она, как правило, просто находится на песчаной подушке. Вот, поэтому тут и никакой там глубины промерзания нет. В Московской области глубина промерзания нормативная, что-то типа метр двадцать, да, реально промерзает где-то, может быть, на пятьдесят, там, восемьдесят сантиметров. От года в год все меняется. Значит, что тут важно, да, вот что для фундамента важно. Для фундамента важна первая геология. То есть мы должны понимать, что у нас с грунтом. И без геологии мы не можем правильно выбрать тип фундамента. То есть первое – это геология. Раз. Второе – мы должны понимать, какие у нас нагрузки, да, и специалист, так называемый инженер, по так называемым КЖ, конструкциям железобетонным, должен, исходя из геологии, исходя из того, что у нас там на нем будет стоять, потому что кирпичный дом один вес, деревянный другой, естественно, сделать расчеты. И, как правило, подходят в любом месте несколько типов фундаментов. То есть, как правило, можно сделать и плиту, и какой-нибудь ростверк. Причем ростверк бывает, ростверк – это ленточный, да, по-дилетантски называются. Ленточный фундамент, он может быть мелкозаглубленный, да, он может стоять на сваях, да, причем сваи тоже разных типов могут быть, а может быть даже прям полностью лент. Но сейчас так не делают, это очень дорого. Правда, целиком на глубину промерзания эту ленту залить. Дальше мы смотрим, исходя из, какие функции у нас должны быть фундамента, потому что плита – это больший комфорт, да, там определенные плюсы. Вот, но зато она ниже, да, а ленточный, наверное, повыше цоколь. То есть, в зависимости от того, что нам нужно, и мы обсчитываем несколько типов фундамента, и потом начинаем, принимаем решение. Я считаю, что очень неправильно, что кто-то там что-то посоветовал, давайте делать вот такой фундамент, без геологии, без всего, и, значит, и строить фундамент. Так что вот ошибка номер один, которую надо избежать, при принятии решения о том, какой фундамент делать, должен принимать решение профессионал. Вопрос, сколько стоит геология? Геология стоит 30-50 тысяч, и если на деревянный дом, в принципе, мы можем немножко сэкономить и рискнуть, сделать неправильный фундамент, и даже если его поведет, и он начнет тонуть или разрушаться, существуют технологии поддомкоротить дом и залить новый фундамент. Это геморрой, по большому счету, мне кажется, это... То в случае ошибок на фундаменте в кирпичном доме, мы имеем сразу трещину на стене, и дом не предназначен для дальнейшей эксплуатации. Поэтому с фундаментом лучше не хулиганить. Бетон. Очень многие вот эти миксеристы, которые на столбе написано там бетон, привезу там туда-сюда, они, как правило, очень часто привозят левый бетон, разбавленный и так далее. И потом фундамент реально может разрушиться. Поэтому желательно после того, как мы залили фундамент, через день, два-три неделю, есть такой прибор простейший, называется склерометр, проверить прочность бетона. Если прочность набралась, то все хорошо. Если прочность не набралась, то желательно демонтировать фундамент и залить заново, чем строить на таком некачественном фундаменте дом, потому что это будет проблема. Это первый шаг, который, по сути, самый важный. Да. Идем дальше. Теперь в стены, да, идем? Сам брус. Да, сам брус. Значит, ты совершенно правильно сказал. Клей это достаточно важное и слабое место. Я сейчас покажу для твоих телезрителей фокус. Давай. Прям тут же, не отходя от кассы. Нет, я вернусь сейчас. Я не уверен в своих способностях по карате, поэтому я все-таки какую-то не буду рукой разбивать. Хотя можно, наверное, попробовать. Вот, поэтому я возьму кирпичик. Смысл очень простой. Я говорю, если бы совсем для шоу можно было прямо так вот, и все. Но я боюсь, что я сломаю руку в прямом эфире, поэтому я не буду это делать. Значит, суть такая. Это то же самое, понятно, да? Ну, только раз спил, да? Вот. И здесь мы видим клеевые суи, да? Если брус склеен правильно, правильно, то клеевой шов, что? Прочнее даже тем, чем тело дерева. То бишь, если он правильно склеен и мы бьем, то он сломаться на кусочки, как у афелька, не должен. А если он сломался, значит это брус. Вот на эти кусочки, да. Ну что, огонь? Так. Вот. Поначалу сейчас кто-то скажет, ёпта, все разлетелось. Естественно, разлетелось. Ну ты посмотри, где оно разлетелось. Друзья, в общем, смотрите, в деталях показываю. Ну, потом, Виталий, снимешь. Да, да, да. Смысл в том, что вот эти места, он поломался, но не там, где именно склеено. То бишь, это сломалось в других местах. Слушай, Саш, на самом деле здесь есть вопрос куда хитрее, нежели чем вот проклейка. Про проклейку это понятно. Нет, это понятно, но это очень важно. Это важно, да. Потому что, потому что очень многие действительно дешевые, многие же как ищут цену, подешевле, подешевле, подешевле. Где дешевле, где сэкономили на клее, где либо его поменьше зарасходовали, использовали некачественный, дешевый клей, не выдержали технологии, она будет дешевле. Но вот с этим можно столкнуться. А я хочу похитрее поставить вопрос. Смотри, клей, в первую очередь, это химия. Есть такое понимание, что некоторые рассказывают, вот строятся дома сейчас новостройки, из чего строят, непонятно. И самый кайф в том, что можно взять дозиметр, прийти вот так же это раздолбать, залезть сюда дозиметром и увидеть то, что он фонит. А на что это фонит? Это радиация, друзья, простыми словами. То бишь, ты находишься в многоэтажке, а у тебя от стен идет радиация, таким образом, не дай бог, рак и так далее, и все эти больные болезни. Где, например, допустим, в вашем случае, как у строителей, или еще у кого-то, как понять, что вот в этой химии, когда ты собрал вот это все, и я сижу дома, что я потенциально не дышу этими парами вот этой химией? Да, отличный вопрос, отличный вопрос. Дело в том, что в многоэтажке, я думаю, это больше все-таки байки, да, что вот действительно заходишь в дом, а там радиация. Почему? Ну, потому что, вы себе представьте, да, есть же нормы, да, есть нормы. И если действительно, вот ты конкретно зайдешь в квартиру с дозиметром и скажешь, ребята, здесь фонит, да, что ты сделаешь? То есть ты пойдешь в телевизор, да, ну, сейчас я не знаю, может быть, уже пресса уже под контролем, но все равно есть независимый, начнется вопли, да, начнутся все жители, пойдут в суд и так далее. Поэтому они все-таки это боятся, и на многоквартирных домах более-менее, более-менее, подчеркиваю, стараются нормы соблюдать. Ну, потому что будет им нехорошо, да. Вот, в малоэтажных домах, где строят дядя Вася, и есть какие-то полуподпольные производители материалов. Полуподпольные производители того самого клея. Ну, брусы, чего только, да, чего только нет, да, потому что малоэтажка, это все, это наличные, вот эти рынки, да, ну, то есть это вообще просто. Вот, и тут, конечно, больше бардака, да, и намного, намного чаще встречаются неэкологичные материалы. Это правда. Вот, мы просто как компания, конкретно наша, понятно, что наш брус, он один из самых дорогих в России, да, поэтому нам экономить на клее, ну, никакого смысла нет. Но мы не призываем всех идти к нам, потому что у нас цены, как ты правильно сказал, они не всем подходят, да, вот. Даже я бы сказал, мало кому подходит, вот так я уточню. Вот, поэтому важно все-таки смотреть, чтобы клей был хороший. Значит, что такое хороший клей? Хороший клей, это, вот мы проводили недавно испытания, это клей, который привозим прибор, потому что есть прибор, вот, дозиметр, а есть приборы, которые измеряют все эти вредные вещества, там, какие-то бензолы, какие-то фенолы, формальдегиды, и вот это вот, есть целый список, да. И вот идеальный дом, идеальный дом, это тот, который ты заходишь, вот этот прибор ставишь, и он не может зарегистрировать ничего, ноль. Да. То есть это не то, что, не то, что там в норму ложился, а это меньше, чем пределы измерения. Вот у нас так получилось, так сделать. Но я сразу своих, сначала заказчиков обрадовал, а потом я огорчил, я сказал, ну, вы знаете, если вы поставите хотя бы один шкаф из ДСП, у вас уже не будет такой картины. Вот, поэтому, да, поэтому есть производители, которые используют хороший клей, есть производители, которые, конечно же, используют ужасный клей, вредный для здоровья. Вот ты дай совет, смотри, я собрался строить дом, мы же не делаем условно рекламу, там, тебя, твоей компании, вот я завтра поеду строить дом сам, приеду, найду брус. Конечно. Как правильно сказать, ребят, дайте спил, забрать его. Да. Отвести его на экспертизу. Ну, если совсем заморочился, то да, то да. Если не совсем заморочился, хотя бы попросить сертификат. Дайте сертификат европейский на клей, который вы используете. И желательно даже посмотреть, какой клей. Просто это действительно очень важно. Люди строят дома специально из бруса, из дерева, потому что это экологично. Но если на вот этом упустить момент, окей, у Саши, у них производство не дешевое, они за этим всем делом следят. А вот так вот к частнику обратился, кто-то тебе чем-то намазал, сидишь в домике, в деревне и дышишь химией, а сам этого не понимаешь. Саш, переходим дальше постепенно. Вот брус, ты мне объясни, если мы берем, допустим, брус для постоянного проживания. Мы не на севере находимся, мы говорим, вот, из серии плюс там 30-40 летом и минус 30 зимой. Какой он должен быть? 100 на 100, 50 на 50, 150 на 150. Что касается размера. Размеров, как ты правильно сказал, 2, ширина и высота. Высота влияет на эстетику. Вот здесь мы видим достаточно высокий брус. Он может быть еще выше теоретически. Значит, соответственно, это надо смотреть по эстетике, кому что нравится. Как правило, дома, если большие, они лучше смотрятся в высоком брусе. Небольшие домики одноэтажные, они будут в таком брусе плохо смотреться. То есть высота, она чисто на эстетику. Только эстетика. Какой-то там смысловой нагрузки. Ни на цену не влияет, ни на что почти не влияет. Вот. Только эстетика. Теперь ширина. Ширина, как ты правильно заметил, это влияет, почему-то, Москва, не Москва, зима, полсостоянная. Это влияет на энергосбережение. Вообще, клеенный брус – это не лучший материал для энергосбережения. И каркасный дом однозначно лучше сберегает тепло, потому что он состоит из ваты. Вата – это лучший утеплитель, чем дерево. Где-то раза в два. Соответственно, 200 мм каркасного дома или 150 утепления будет как 300 мм дерева. А 300 мм дерева дорого, а тем более в текущие времена. Поэтому мы должны искать компромиссы между ценой и энергосбережением. Этот компромисс находится обычно на уровне 200 мм. То есть 200 мм – это достаточно уже тепло, чтобы мы не тратили слишком много денег на отопление. И это, тем не менее, достаточно, чтобы себе позволить это. Некоторые ставят 240-270 мм, но дальше уже нет смысла, потому что цена сильно возрастает, а особо на энергоэффективность не влияет. 150 мм, наоборот, я бы не советовал делать. Для постоянного проживания это маловато. Слушай, я правильно понял из диалога с тобой, что когда строится из клееного бруса, вот мы, допустим, берем 200, как ты говоришь, а вот это улица у нас. А внутри дома дополнительно какая-то подушка не делается? Нет, ничего не надо. То есть все, мы вот так вот собрали, и вот это, грубо говоря, готово. И внутри мы никак не утипляем. Вот здесь улица, вот здесь дом. И в зимнее время, в минус 30 можно жить. Конечно. По полу не дует, если дом правильно, без щелей сделан, конечно, ничего дуть не должно. То есть это как бы азбука, так скажем. Есть в полах другая проблема, она чаще встречается, в том числе и в наших домах, это звенящие перекрытия. Когда человек ходит по второму этажу и слышно на первом. Эта проблема действительно есть, ее надо понимать, потому что дело в том, что деревянная конструкция, она очень хорошо передает звук, да. И если мы вот так вертикально ставим лаги какие-то, да, или балки, с одной стороны покрываем фанерой, с другой подшиваем потолком, то, естественно, это передается как идеальный там барабан, да. Да. Вот, поэтому, если нас это не устраивает, а в некоторых случаях это все равно, потому что бывает конфигурация комнат, если у тебя, например, ну, пример, если ты живешь один, то, собственно, ты сам шумишь своими ногами, какая разница, что там у тебя под тобой происходит, да. Ты не можешь шуметь там и слушать здесь. Вот. Это просто как пример некий, когда точно это делать не надо, да. Но дальше уже мы смотрим состав семьи, конфигурации помещений. В некоторых случаях нужно делать эту звукоизоляцию, и мы, например, делаем сейчас цементную стяжку, да, то есть 70 миллиметров стяжки, и абсолютно звуконепробиваемый пол становится, и в некоторых случаях заказчики такое делают. Есть попроще варианты, есть такой лайфхак. Если установить достаточно мягкую подложку из какого-нибудь там спиненного полиэтилена, и на нее положить ламинат там или паркетную доску, то вот эта штука очень тоже хорошо работает демпфером, намного меньше звука передается, вот именно шагающий так называемый конструкционный шум передается меньше в этом случае. Вот мы подняли перекрытие, мы сделали, делаем крышу. Да. Из чего оптимальный вариант, чтобы ты посоветовал? Ну, есть сейчас три самых популярных покрытия. Это металл, он очень подорожал, к сожалению. Вот, есть мягкая, которая подорожала меньше, но возникла другая проблема. ОСБ, это вот типа фанеры, которая подкладывается под кровлю, она ужасно подорожала. И сейчас мягкая кровля из-за этого стала стоить дороже, чем минеральная черепица. Есть минеральная черепица, ее так называют натуральная, но скорее правильно ее называть минеральная. Это типа цементно-песчаная черепица. Это вот три самых основных направления. Есть уже более элитная натуральная черепица, глиняная, но она у нас в России особо не производится, ее возят из-за границы, и стоит она, конечно, как чугунный мост, сланцевый, ну и всякие там, в общем, уже такие элитные варианты, особо смысла в них нет. Вот, а основные варианты вот эти, у них у каждого есть плюсы и минусы. Ну вот оптимальный вариант из серии средняя, вот что такое? Ну средняя, мягкая, я бы сказал, вот мягкая кровля. Если тебе сегодня задать вопрос, дерево стало очень дорого, выгоднее строить из газосиликата, из кирпича, что ты по этому поводу скажешь? Да, на текущий момент действительно дерево подорожало в два раза, газосиликат подорожал только на 8%, и, но просто это очень временно, это вот буквально завтра может быть изменится. Я прогнозирую, что в течение одной-двух недель цена на газосиликат увеличится на 20-30%. Это будет прямо сейчас происходить. Почему я так знаю? Потому что одно из крупнейших предприятий полностью ушло в многоэтажку. Главный конкурент газосиликатных блоков, керамические блоки, два завода полностью ушли в многоэтажку. Один завод отгружает только некоторым компаниям по квотам. Вся эта толпа людей побежала сейчас в газосиликат. Вот на сегодняшний день ты проживаешь в квартире или в доме? Я живу в доме. Дом у тебя из клееного груза? Нет, из керамического блока. А почему не из клееного груза? Нет, я планирую построить. У меня два дома. Один деревянный, мой старый, второй из керамического блока. А в будущем я построю, конечно, из клееного груза. А нет желания в будущем построить из газобетона, такой, чтобы на всю жизнь и детям, и правнукам, и так далее? Может быть, но в целом научных данных о том, что газобетон более долговечный, чем клееный груз, или чем керамического блока, такого нет. Поэтому я их считаю примерно равными материалами по классу. Клееный брус, несмотря на то, что он уже сухой, он все равно дает усадку. И где-то эта усадка порядка полтора процента. И массивное дерево для справки, оно дает где-то 10%. Это полтора. То есть намного меньше усаживается, но усадка все равно есть. И в конструкции дома эта усадка должна быть предусмотрена. То есть мы должны понимать, что у нас стена идет вниз, а окно не должно ничем зажиматься. Соответственно, оно должно быть прикреплено на скользящие элементы, которые каким-то образом скользят. И сверху должен быть зазор с утеплителем, который тоже будет подходить к окну. Вот это важно. И это касается и всех, не только окон, еще и дверей, каркасных каких-то перегородок, в общем, всего, что в доме к стенам прилеплено. Тот дом, в котором вы были, наш офис, ему 15 лет. Каких-то следов или признаков того, что что-то меняется, за 15 лет не видно. И, соответственно, сложно представить себе, что через 5 лет он развалится и прогниет. С другой стороны, мы часто встречались, в том числе и на наших домах, даже на наших, я признаюсь, в случае ошибок каких-то, буквально за 3-5 лет прогнивало все насквозь. Но не весь дом, где-то балконы какие-то. И мы поняли то, что, ну, это не только мы поняли, это все знают, строители, то, что самое главное убрать влагу. Поэтому вот очень важно правильно защитить дерево от ультрафиолетовых лучей, то есть вовремя производить покраску, следить за кровлей, чтобы ничего не протекало внутрь конструкции. И тогда этот дом, действительно, он, ну, особо не видно. Он морально быстрее устареет, чем с ним что-то случится. А на сегодняшний день, с точки зрения цены, все же, что выгоднее строить? Вот человек сейчас сидит, смотрит этот выпуск и говорит, Саш, ну и в итоге, что мне строить? Каркасник? Клееный, кирпич? Если мы говорим про выгодность, то, на мой взгляд, сейчас самый выгодный дом – это газобетон. Но люди не всегда смотрят, исходя из выгодности, именно стен. Потому что что такое стена в доме – это только 10% стоимости. И в любом случае еще есть земельный участок, который стоит денег. В любом случае есть куча инженерных коммуникаций, которые стоят денег. Мебель стоит денег. Все стоит денег. И вот эти стены, ты посчитаешь, плюс-минус, они стоят, если общий бюджет дома 10 миллионов условно, стены будут стоить миллион. Или 800-900. Исходя из этих небольшой разницы, уже люди понимают, что выбирать надо уже не по выгодности, а к чему душа лежит. Потому что многие, например, выбирают дерево не потому, что оно выгоднее, а потому, что им нравится экология. Или кто-то считает кирпич, что дом должен быть только кирпичный, потому что это там брутальный, надежный. Ну вот, кто-то ищет какие-то компромиссы, выбирает газобетон или каркасный дом. То есть здесь, но сейчас самый выгодный однозначно газобетон. И причем многие зрители, я уверен, будут возражать, нет, это 100 тысяч дорого, я могу построить за 50. В принципе, можно построить и за 50. Можно. Но тогда будет это все просто вот как бы на этом месте. То вот как сразу спросить машина, сколько стоит. Ну скажешь, нормальная машина стоит там полтора миллиона, да. А скажут, нет, я могу за 700 купить. Ну можешь-то купить, наверное, за 700. Просто это уже будет совсем компромисс, компромисс, компромисс. А если вот мы не говорим лакшери, машина есть и за 50 миллионов, да. Вот если мы говорим вот примерно о таком уровне, как машина полтора миллиона, примерно такой же уровень потребления, знаете, класса, да, то для человека нужен дом, который стоит вот 100 тысяч рублей за квадратный метр. В завершение монолог от тебя. Вот человек подходит к тебе сейчас и говорит, и таким образом, Александр, ну и скажи мне, вот я сейчас скопил денежку, пойду строить, как мне правильно строить самому. Не хочу я к тебе обращаться, не хочу я нанимать себе какую-то стороннюю компанию непонятную. Я вот все-таки хочу попробовать сам. Есть прям какой-то ряд советов? Ряд советов есть. Однозначно, во-первых, в любом случае, даже если вы не хотите обращаться в компанию, сделайте вид, что вы хотите обратиться, да. Поездите, пусть они вам объяснят, да. То есть, в первую очередь, если вы хотите строить сами, да, вы должны самообразоваться. То есть, вы должны понимать, что если вы не будете ни в чем разбираться, но вас обманут, да. Вот, поэтому вы должны либо довериться тому, как мы сказали, кому вы можете доверять, либо проблем нет. Вы доверяете только себе, но вы должны самообразоваться. Для этого вам надо посетить несколько компаний, постараться, может быть, какие-то выставки, дома посмотреть, вот, там, какие-то сходить, там, условно, малоэтажная сторона, вот, есть будет выставка Open Village, туда съездить. Пообщаться со специалистами, да, значит, разобраться, вот, какие ключевые моменты, да, на которых можно ошибиться, да. Дальше, это первое. Второе, в любом случае, я советую профессионального архитектора найти, да. Не обязательно это официальный договор, ну, как-то там, может, даже посоветовать, сказать, вот, я тут нарисовал проект, давайте буквально за час, я вам дам там тысячу рублей, вы можете раскритиковать, что я сделал неправильно, да. И буквально многие архитекторы согласятся, вот так, 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 если даже вы сами все делаете, обращайтесь чаще к людям, да. Инженер пусть проверит фундамент ваш, перед заливкой скрытой работы, вот это, как арматура вся связана, да, как правильно ли все рассчитано. То есть, больше обращайтесь к людям и критично подходите к своему мнению. Вот самое плохое, когда человек уперся, я все знаю, я тут прочитал в интернете, и тогда будут ошибки и разочарования. Поэтому лучше побольше советоваться, побольше смотреть, не торопиться, на каждый шаг выверять, пытаться проверить качество материалов, узнавать, пытаться об этой бригаде, еще что-то не платить, бригаде вперед, узнавать, пытаться посмотреть, где она там, что делала. Если вы используете какой-то материал, допустим, тот же газобетон, посмотрите, чтобы этот завод был хороший, чтобы не было жалоб по экологии, по надежности. И вот так, скорпулезно, медленно, шаг за шагом все это делать, и я думаю, что вы тогда построите хороший дом. Таким образом, друзья, строительство дома может начинаться уже здесь и сейчас, несмотря на то, что у вас сегодня еще нет участка, у вас сегодня еще нет той нужной суммы на строительство, знания, вот, человек занимает сколько лет строительства? 15. Уверен, все равно встречаются моменты, да, в рабочих, то, что, ого, что-то новое. Конечно, я продолжаю изучать, конечно. Друзья, вот такая у нас сегодня получилась серия. Александр, тебе огромное спасибо, что в своем таком загруженном графике ты выделил нам время. Нам остается сделать выводы, а тебе нужно бежать работать. Спасибо, друзья. Таким образом, 5 часов нашего нахождения здесь пролетели лично для меня незаметно, но я увидел, наконец-то, как происходит производство домов из клееного бруса. Я думаю, вам тоже это было интересно. Друзья, вот так вот это все делается. Подчеркиваю, мы не делали рекламу для компании Goodwood. Мы делали объективный ролик о том, что такое дома из клееного бруса, как они строятся. Человек 15 лет занимается стройкой, он об этом рассказал в деталях. Наверняка у вас осталась куча вопросов, вполне возможно, пишите их в комментарии. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, ставьте жирные дизлайки, пишите ваше мнение в комментарии. До новых встреч всем. Пока-пока.